СОРОВ Далее расскажем обо всем подробно. Далее расскажем обо всем подробно. Далее расскажем обо всем подробно. Но также Глеб Никитин подчеркнул, что коронавирус еще не побежден и продолжает угрожать здоровью людей. Поэтому сохраняется требование носить маску в общественных местах. Прошу всех нижегородцев отнестись к этому с пониманием и принимать меры для сохранения своего здоровья и безопасности окружающих, резюмировал глава региона. Из-за обострения ситуации на Донбассе в Донецкой и Луганской народных республиках приняли решение о массовой эвакуации жителей в Россию. Во многих регионах страны начали работать пункты приема гуманитарной помощи беженцам. Такое открыли и в нашем городе. Подробности далее. В шести муниципалитетах Нижегородской области развернули пункты временного пребывания жителей ДНР и ЛНР. Сейчас люди остро нуждаются в помощи. И помочь им может каждый. С 25 февраля администрация Сарова и ресурсные центры добровольчества открыли в городе пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев Донецкой и Луганской народных республик. В качестве пожертвования волонтеры принимают товары первой необходимости. Каждый неравнодушный может принести в пункт сбора канцелярские предметы, предметы первой необходимости, средства гигиены, настольные игры, спортивный инвентарь. То есть все, что может понадобиться любой семье, любым людям в обыденной жизни. Более всего необходимы те предметы, которые беженцы вряд ли смогли взять с собой, но без которых им приходится нелегко. Для детей-школьников это канцелярские товары. Ручки, тетради, альбомы, пеналы. Для малышей – игрушки, для взрослых – белье и одежда. Обратите внимание, что желательно приносить новые вещи с бирками и этикетками, так как есть трудности в их обработке и дезинфекции. Не стоит приносить искропортящиеся товары. Изначально мы собираем все необходимое здесь. В дальнейшем к нам поступает заявка, запрос из Нижнего Новгорода с перечнем необходимых вещей. И потом уже по этой заявке собираем все и отправляем в Нижний Новгород. За два дня сбора гуманитарную помощь принесли более 30 саровчан. Пункт приема для помощи жителям ДНР и ЛНР находится по адресу проспект Музруково, 22, здание дома книги, правая дверь. Пункт работает с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Систему оповещения населения проверят на исправность в Нижегородской области. Жители региона в течение 1 минуты 2 марта в 10 часов 43 минуты будут слышать непрерывное звучание сирены. По каналам телевидения и радио будет транслироваться речевая информация, техническая проверка. Об этом сообщили в Нижегородском департаменте региональной безопасности. Это нужно для проверки исправности техники и для информирования жителей о том, как происходит оповещение при ЧАЭС. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Саровчане могут получить психологическую помощь по телефону. Министерство просвещения организовало круглосуточную горячую линию психологической помощи для детей 8495-624-60-01, для взрослых 8800-631-14. А Миноборнауки запустила линию для помощи студентам 8800-222-55-71. Обратиться за психологической поддержкой могут не только россияне, но и иностранные граждане, а также гости из ДНР и ЛНР. Доступ к госуслугам и ВКонтакте стал бесплатным. Операторы мобильной связи в России подключили опцию «Доступный интернет», которая позволит пользоваться бесплатным доступом к сайтам госуслуг и социальной сети ВКонтакте даже при нулевом балансе на счету. Как сообщают на сайте Минцифры, эти ресурсы внесены в список социально значимых. Для того, чтобы активировать бесплатный доступ к госуслугам и ВКонтакте, нужно открыть приложение мобильного оператора, выбрать опцию «Доступный интернет», после чего активироваться через госуслуги и выбрать сайт из списка. УФНС Нижегородской области с 1 марта возобновляет прием граждан без предварительной записи. При этом можно воспользоваться онлайн-сервисами налоговой. Ранее для предотвращения распространения коронавирусной инфекции отделение налоговой службы принимали граждан лишь по предварительной записи. С 1 марта эта мера отменяется, однако находиться в отделениях УФНС нужно в медицинской маске и перчатках. Не стоит посещать УФНС при наличии признаков простудных заболеваний. Кроме того, получить услуги налоговой службы можно в территориальных многофункциональных центрах. Центробанк России повысил ключевую ставку до 20%. Повышение ключевой ставки позволяет обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания, сообщили в Банке России. До этого ключевая ставка составляла 9,5%. Дальнейшее решение по ключевой ставке ЦБ будет принимать, исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели развития экономики на прогнозном горизонте. 10 царовчан сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. 24 водителя нарушили правила остановки или стоянки, а 18 участников дорожного движения пренебрегли правилами применения ремней безопасности. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. На минувшей неделе на дорогах города произошло 8 ДТП и одно из них с пострадавшим. 23 февраля на улице Курчатова мужчина, управляя машиной Ауди, сбил человека, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил телесное повреждение в виде ушиба левого плечевого сустава, левого бедра, ссадины правой кисти и после осмотра врачом приемного отделения КБ-50 был отпущен домой. Водитель автомашины Ауди А4 находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него был собран административный материал по части 1 статьи 12.8 административного кодекса. Материал направлен в суд для принятия решения по существу. Сотрудники автоинспекции напоминают горожанам, что в силу вступил закон об уголовной ответственности за превышение скорости на 60 км в час и более, а также выезд на полосу встречного движения. Максимальное наказание, предусмотренное новой статьей КРФ – три года лишения свободы без возможности заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Если сотрудник полиции остановил, то здесь могут судья назначить и лишение права управления, и административный штраф. В данном случае нас интересует лишение права управления. А если это право нарушение было выявлено с помощью средств фото-видеофиксации, то есть камеры, и пришло письмо счастья, то только штраф. Вот повторность – это только по тем нарушениям, которые выявлены сотрудником полиции, и на них назначено административное наказание в виде лишения права управления. 26 февраля сотрудники госавтоинспекции провели семейный флешмоб «Снежный дорожный знак». В нем приняло участие более ста человек. Итоги конкурса подведут на этой неделе. Победителей наградят памятными подарками. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. В клубе любителей православной книги библиотеки Маяковского прошел творческий вечер с поэтом и художником Игуменом Афанасием Тихоновым. Автор представил двухтомное собрание поэтических произведений, а ученики Саровской православной гимназии подготовили литературно-музыкальную композицию. Игумен Афанасий скромно говорит о себе, что он не художник и не поэт. А после каждого прочитанного стихотворения отмечает, насколько его стихи простые и как будто ничем не примечательные. Но в библиотеку Маяковского на его творческий вечер пришли неравнодушные люди, для которых творчество отца Афанасия откликается в сердце. В новом двухтомном собрании поэтических произведений «Не о Христе, а со Христом» автор представил стихи на библейские темы о святых, о родине и природе. В начале творческого вечера перед зрителями выступили учащиеся Саровской православной гимназии с литературно-музыкальной композицией по биографии и стихам Игумена Афанасия. А после рассказ ребят подхватил и сам отец Афанасий. Он рассказал гостям об интересных моментах в своей биографии и о творческом пути. Ну и, конечно, прочитал стихи. Сначала взяли текст и стали его учить, разучивать и как бы проигрывать всякие этюды. Потом все это объединили и подготовили презентацию для Афанасия Тихонова. Мы дружим с Афанасием и моя семья, потому что отец Афанасий служит в деревне, в которой живет моя прабабушка. А именно с гимназией отец Афанасий дружит с директором моей гимназии. И он решил подарить картину, выступку картин. И в честь этого наш директор решил сделать подарок отцу Афанасии и выпустил книгу. В конце творческой встречи отец Афанасий подарил и подписал всем гостям свои книги. Также новый сборник и каталог своих картин автор передал библиотеке имени Маяковского. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. В клубе здоровья прошло первенство Центра внешкольной работы по становой тяги среди юношей и девушек до 18 лет и юниоров и юниорок до 23 лет. Всего в соревнованиях состязались 27 участников, а клуб Греции представили 19 спортсменов. Подробности далее. При выполнении становой тяги задействуется почти три четверти всей мышечной массы тела человека. Становая тяга наиболее впечатляющая из трех соревновательных дисциплин в пауэрлифтинге. В первенстве Центра внешкольной работы по этому виду спорта в клубе здоровья участвовали 27 спортсменов. Юноши и девушки до 18 лет, а также молодые люди до 23 лет. У нас на базе трех клубов работают тренажерные залы. Это клубы Греция, Мечта и Здоровье. И традиционно наши замечательные педагоги работают с молодыми людьми и с девушками, которые приходят к нам в клубы. И, конечно, сегодня хороший выход показать себя, чему они научились, какова их физическая форма. Валерий Краснов занимается пауэрлифтингом два с половиной года. За это время спортсмен участвовал в соревнованиях различного уровня, как по становой тяге, так и троеборью. Также Валерий успел получить третий юношеский разряд по пауэрлифтингу. На первенство Центра внешкольной работы по становой тяге молодой человек был настроен решительно. И не зря. Валерий взял бронзовую медаль в своей весовой категории. Сегодня я постараюсь выложиться на максимум. Мой максимальный вес будет 85 килограмм, наверное. Но постараюсь выполнить все три подхода и занять какое-нибудь призовое место. Я начал заниматься в тренажерном зале, чтобы у меня была красивая фигура, чтобы я был сильный, потому что это пригодится в жизни. Перед соревнованиями всех ребят взвесили и определили их весовую категорию. Каждый спортсмен трижды подходил к штанге. При этом от этапа к этапу вес увеличивали. Некоторые не справлялись с тяжелой штангой уже на втором подходе. Состязание по становой тяге стало для молодых атлетов настоящей проверкой на прочность и силу не только тела, но и духа. Все участники получили хороший соревновательный опыт, а также показали свою физическую форму. У нас уже на протяжении многих десятков лет проходят эти соревнования. Либо жим-лежа в штанге, либо становая тяга. Поэтому сегодня вот эти соревнования, они традиционные. И мы проводим их еще и для того, чтобы выявить лучших ребят, которые уже будут участвовать в городских соревнованиях, а потом уже поедут на уровень области. Победители и призеры первенства Центра внешкольной работы по становой тяге получили дипломы, медали, а также подарочные сертификаты в спортивный магазин. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.